МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов» принят. Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Да здравствует жизнь! На посту ДПС Дягилевский пассажирка автомобиля родила здорового малыша. Непосредственно на посту здесь все это происходило. Где произошли женщины, где родила мальчика. Подарочек с сюрпризом. Кто и зачем заказывал через электронный сайт часы со встроенной видеокамерой. Передача картинки со звуком шла внутрь на записывающую, так скажем, флеш-карту. Подвела секретность. А преступники по кличке «Стальные пальцы» в рубрике «Дело номер». На Дягилевском посту ДПС бывало всякое, но чаще сотрудники останавливают водителей. В этот раз понервничать пришлось им самим. К экстренным родам их не готовили, признаются старший лейтенант полиции Дмитрий Зубков и лейтенант Алексей Петриков. На работе эмоциям не место. Кажется, они только с вопросами прессы поняли, что стали первыми в Рязанской области, кто прямо на посту принял участие в появлении на свет новой жизни. Примерно где-то часов в пять вечера со стороны Москвы подъехал «Белая газель». Ко мне подбежал мужчина и сказал, что у меня рожает жена. Не могли мы побыстрее вызвать скорую. После чего я позвонил на пост старшему поста Зубкову Дмитрия Николаевича. Попросил его, говорит, побыстрее скорую сюда пришлите. Все, после чего машина, газель, значит, подъехал сюда на пост. Здесь на посредстве на посту здесь все это происходило. Где произошли женщины, где родила мальчика. Больше всех в этой ситуации перенервничал папа-младенца, но держался молодцом. Мамочку сотрудники ДПС укрыли светоотражающим жилетом. По словам счастливой мамы, родившийся малыш уже четвертый ребенок в семье. Если верить в приметы, свою профессию он уже выбрал. Подарки для мужей и своих руководителей – дело давно привычное и, я бы сказала, освоенное. Красивая авторучка или часы с гравировкой на рабочем столе лишними не будут. А сам обладатель подарка никогда не догадается, что это не он пользуется презентом, а презент продает его с потрохами. Следователи московского МСО расследовали дело главный фигурант, которого как раз снабжал электронными шпионами всех желающих. Мужчина разработал абсолютно законный сайт, чтобы перепродавать товар из Поднебесной, оставляя откат себе. А попался на одном единственном лоте. Следователей заинтересовали электронные часы, которые мужчина заказал через сайт Алиэкспресс. Данный предмет представляет собой настольные часы электронной формы. В него встроена маленькая видеокамера, а также аудиокамера. Он работает как на шум, то есть если в помещение кто-то заходит, то видеокамера начинает фиксировать окружающую обстановку, также и аудиомикрофон начинает фиксировать звуки вокруг, также и на постоянный момент. Сие изобретение науки и техники выглядит примерно вот так. И, к счастью, на территории России следить за людьми таким довольно низким способом запрещено законом. По словам задержанного, подобными подарками в основном интересуются ревнивые жены и нечистоплотные сотрудники, пытающиеся незаметно покопаться в грязном белье руководства. Передача картинки со звуком шла внутрь на записывающую, так скажем, флеш-карту. Далее уже, когда человек, непосредственно, который ставил данное устройство, он мог подсоединить это устройство к компьютеру и все воспроизвести у себя на компьютере. Согласно Уголовному кодексу, за использование подобного шпиона можно сесть в тюрьму или заплатить серьезный штраф. Вот только четкой формулировки, за какую именно игрушку почему-то нет. Конкретную экспертизу делают в одном из отделов ФСБ. Подобные технические средства вправе использовать только сотрудники спецслужб. Их перечень есть, но в формулировках сплошь специальные устройства и никаких четких признаков и характеристик. Вот и получаются совсем неожиданные выводы. Например, одна и та же авторушка со встроенной видеокамерой в одном корпусе попадает под статью, а в другом нет. Дареному коню, конечно, в зубы не смотрят, но иногда стоит внимательнее рассматривать презенты, тем более, если они неожиданные. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет, гласит старинная русская поговорка. И, как видно, справедливо. Рязанские исследователи изучали как раз похожий случай. Двое ранее знакомых и неоднократно судимых мужчин встретились и решили в очередной раз выяснить отношения. Погибший достал биту, но не рассчитал численные преимущества и был побит своим же оружием. После совершения преступления с места происшествия преступник скрылся, при этом орудие преступления захватил с собой. Впоследствии оно так и не было найдено, то, что он, как он пояснял, выбросил его. Установить местонахождение удалось только в результате оперативно-розыскных мероприятий. Периодически в блогах появляются дискуссии о том, что биту вообще возить с собой или держать у входной двери квартиры не рекомендуется. Участники переписки, судя по всему, часто попадают в спорные ситуации. Вот что на этот счет говорят компетентные люди. Бита относится к спортивному инвентарю. Фактически никаких запрещений использовать ее или возить, переносить с собой, а также возить в транспортных средствах законам не воспрещено. А вот пришло, что ее применяют в качестве тупого оружия. Это уже, как говорится, обстоятельство, в котором можно приметь любое средство, любую палку, камень и так далее. Что касается виновника данной трагедии, то уголовная статья подразумевает до 15 лет лишения свободы. Учитывая рецидив, наказание будет приближено к верхней планке. Сегодня мы расскажем об уголовном деле, которое могло быть тоньше на несколько томов, если бы не секретность. Маньяк Завен Алмазян орудовал в соседних городах, но даже следователи ничего не знали о параллельных производствах и не располагали единой базой улик и ориентировками. А ведь преступник был практически пойман уже после первого происшествия. Если бы после неудачного опознания Алмазяна провели судебно-биологические экспертизы по трем ростовским эпизодам, то стало бы понятно, что они имеют одинаковую групповую принадлежность. Найденные микроволокна совпадают, а у подозреваемого нет алиби. Он совершает нападение на одну из девушек, насилует ее, после этого совершает еще два нападения. И во время третьего изнасилования он теряет на месте происшествия свой студенческий билет. Но 18-летнему парню, который за кавказской внешностью выглядит на 15 лет старше, верят на слово и отпускают. Завен Алмазян, он родился в Ростове, в обычной армянской семье, учился в школе, занимался вольной борьбой, научился делать удушающие приемы, которые потом в его преступной деятельности нередко и применял. Есть информация, что отец Алмазяна был довольно жестким и требовательным человеком. А мать сына любила, работала официанткой и всегда имел из десяток поклонников. Этот синий вечер летний закружил ребят. Я на школьный бал последний пригласил тебя. Словно снегом заметает грустным вальсом зал. Что любовь такой бывает, прежде я не знал. Именно после выпускного бала в 68-м году Завен рассчитывал потерять невинность. Но в последний момент девушка отказала. А позже от одноклассника Алмазян узнал, что в ту самую ночь после выпускного она все-таки не удержалась и отдалась другому. И это открытие настолько разъярило Завена, что он моментально возненавидел женщин. Впрочем, современные специалисты склонны считать подобную жестокость врожденной потребностью. Принцип у него был один. Он в безлюдном месте подходил к девушкам, подставлял к лицу нож и говорил, что ее проиграли в карты. После чего насильно уводил ее куда-то там в кусты, в заросли, где совершал изнасилование. Убивать своих жертв преступник начал позже. А чтобы окончательно отвести от себя подозрения, пошел на хитрость. Он пошел в военкомат и попросился в армию. Сказал, что хочет служить. Ну и военкомат его с радостью отправил в армию. Алмазян попал в одну из воинских частей в городе Ворошилваграде. Завен обустроился в свинарнике, куда сам же и попросился. Запах там, конечно, был тот еще. Но зато не обязательно было ночевать в казарме. Плюс минимальный контроль. Он мог незаметно исчезать из своего свинарника из воинской части, совершать изнасилование и возвращаться назад, чтобы его никто не видел. Так и происходило. Первое нападение он совершил в марте 70-го. Детали преступления до мелочей совпадались теми, что происходили несколькими месяцами раньше в Ростове. Нож, удушающий захват сзади, слова про карточный долг. Жертвой стала 17-летняя девушка. Рядом с трупом эксперты нашли обрывки тесьмы, которыми убийца связывал руки, и обрывок вафельного полотенца в качестве кляпа. Но в качестве трофея преступник забрал золотые часики. Но луганские милиционеры об изнасилованиях в Ростове понятия не имели. За следующие две недели было совершено шесть нападений на женщин. Все они были настолько схожи по обстоятельствам, что самому отъявленному скептику в луганской милиции стало понятно, в городе орудуют серийные убийцы. Милиционеры пошли на отчаянный шаг. На улице вышли сотни девушек, которые выступали приманками. И 16 мая 1970 года одному такому патрулю улыбнулась удача. В тот день был практически с поличным во время попытки нападения. Задержан 30-летний Виталий, тоже насильник, но, как оказалось, не убийца. По показаниям потерпевших на вид, луганскому насильнику было около 30-35 лет. Он широкоплечь, лицо продолговатое, смуглое, одет в светлый хлопчатобумажный плащ, белую фуражку и темные брюки. Три уголовных дела, наконец, соединили в одно. Алвазян стал действовать уже в малолюдных местах Варшалограда, на окраинах, там, где дружинников практически не было. 30 июня насильник напал на 13-летнюю Катю. Девочка закричала, набежали отдыхающие, и перепугавшийся педофил ринулся в воду, оставив на берегу свои вещи и часы полет. Экспертиза показала, часы недавно ремонтировали. Но похожих квитанций оказалось 30 тысяч. Однако один из владельцев часов почему-то сразу признался, что он и есть тот самый педофил, некий гражданин Буров. Так в деле появился новый подозреваемый. Но в тот же вечер подобное нападение повторилось, а значит, убийца на свободе. Выжившие девушки попадали в больницу в состоянии клинической смерти. Израненные и напуганные они не запоминали деталей. На одном из мест происшествий преступник забыл свой пиджак. Следователи выяснили, на пуговицах следы сургуча и кроличьей шерсти. Началась отработка всех кролиководов и сотрудников почты. Но все тщетно. А потом в милицию пришло анонимное письмо. Автор утверждал, что знает, кто скрывается под прозвищем «Луганский маньяк». Это якобы был ранее судимый за изнасилование мужчина. Но тщательное изучение жизни подозреваемого показали его полную непричастность. Автора самой анонимки не нашли. Однажды в качестве кляпа преступник использовал обрывок простыни, на котором остался фрагмент штампа воинской части. Изучив находку, эксперты выяснили – это цифры 9 и 6. В городе оказалась только одна такая часть. В нее под видом политработника перевели засекреченного сотрудника. Он выявил несколько административных правонарушений. Например, то, что заместитель командира части толкает налево спальные принадлежности и обмундирование солдат. А маньяк готовил новый удар. У одной из жертв преступник похитил красную кофточку, надел ее задом наперед, чтобы она стала похожа на мужскую, и в таком виде отправился на убийство, рассчитывая, что дружинники далеко от этого района. Но он просчитался и был пойман. Задержали 5 человек, 5 мужчин, и среди этих 5 был как раз и Завен Алмазян. И так получилось, что женщину, которую он напал, не успел убить, в общем-то, она его опознала. Алмазян признался только в одном – он находился в самоволке. И, видимо, не ожидал, что его сразу выдаст красная женская кофточка. В бытовке при свинарнике нашли разные вещи, принадлежавшие убитым девушкам. Алмазян пытался подать прошение о помиловании, но оно было отклонено. И в 1973 году преступник был расстрелян, а дело на долгие годы засекречено. Как сказал Конфуций, из всех преступлений самое тяжкое – это бессердечие. На сегодня все. Не забывайте об осторожности. И до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин